Какие пошлые факты вы можете рассказать о себе? Я однажды вынуждена была обратиться в больницу по поводу того, что было позже диагностировано как мигрень после оргазма. После того, как я несколько недель страдал от взрывных головных болей во время близости, я обратился к врачу. Естественно, она назначила томографию. Она выявила аномальное пятно в моем мозгу, черепе. Сделав еще несколько снимков, врач оставила мне несколько срочных голосовых сообщений, а потом и позвонила. Я пришел в ее кабинет, и она оказалась очень взволнованной. Мне не часто приходится сообщать такие новости. Я направлю вас к специалисту. Я полагаю, что у вас раковая опухоль. Я, о, хорошие новости, теперь я смогу лечиться. Доктор была в замешательстве. Очевидно, она боялась сообщить мне эту новость. Она снова объяснила, насколько это серьезно. Я объяснил, что радуюсь, потому что теперь я хотя бы знаю, в чем проблема, и мы можем приступить к лечению. Прошла еще одна неделя, и онколог пробежался по моим снимкам. Да нет, у вас просто необычная форма головы. Если она болит во время интима, просто постарайтесь не заниматься им. Моя моча окрашивала унитаз в фиолетовый цвет. Мне было очень страшно, когда я заметил, что это начало происходить, и врач не мог понять, в чем причина. Я делал свои дела в туалете, а через несколько часов в унитазе появлялись коричневые пятна, которые потом превращались в фиолетовые. Мы с женой решили, что это было как-то связано с моими лекарствами, потому что все началось именно тогда, когда я начал их принимать. В конце концов, после долгих поисков ответа, мы нашли статью в медицинском журнале, в которой говорилось, что в очень редких случаях, моча пациентов, которые принимали такие же лекарства, приходила в реакцию с различными бытовыми чистящими средствами. Эти реакции могут произойти даже с остатками чистящих средств в унитазах, окрашивая их в коричневый, красный или даже фиолетовый цвет. Моя девушка купила себе фалоимитатор с присоской, мы с ней начали играться, и я прилепил его себе на лоб. 30 секунд я изображал единорога, затем снял фалоимитатор, и по выражению ужаса на лице девушки понял, что что-то не так. У меня на лбу остался огромный фиолетовый синяк, не смог придумать, как его объяснить, и не пошел на работу на следующий день. Пришлось научиться делать макияж. Не играйте в единорогов. Когда я родился, мой шланг был таким кривым, что хирургам пришлось хорошенько его переделать. Они сказали, что если бы оставили его, он был бы под углом в 60 градусов или около того, и мочеиспускание было бы для меня затруднено. Мои яички сильно отличаются по размеру, как мяч для гольфа и орех макадамия. В один из дней, когда последствия сотрясения мозга ощущались особенно сильно, я погонял лысого и почувствовал, что какой-то разряд, как от удара тока, прошел по всему моему телу до той части мозга, где светильник упал на мою голову. Все симптомы мгновенно прошли. Муравей укусил меня за шары, когда я был в пешем походе. Если кому интересно, мне было ужасно больно. Я все делаю правой рукой, кроме самоудовлетворения. Просто не могу делать это правой рукой. Мой бывший говорил то же самое. Он правша, но душил гуся только левой рукой. Мой друг был поражен этим феноменом и спросил у кучи людей, какой рукой они делают это. Он пришел к выводу, что существует четкое разделение в зависимости от того, смотрел ли человек клубничку в подростковом возрасте. Те, кто смотрел, делают это не доминирующей рукой. Те, кто не смотрел, доминирующей рукой. У меня отсутствует рвотный рефлекс, и это подвело меня несколько раз, когда я чуть не подавился разными вещами. У меня тоже. Вчера я сдавала анализ на стриптокок, и у меня не сработал рвотный рефлекс. Медсестра пошутила, что я, наверное, была популярна в колледже. Я могу довести себя до пика без физического контакта, а только силой мысли, как настоящий джедай. Я до сих пор видела проявление такой сверхспособности лишь один раз. Я девушка, и мне несколько раз удавалось сделать это. Нужно возбудиться, напрячь мышцы таза и прочие мышцы этой области, сконцентрироваться на ощущениях и думать о том, что приносит вам удовольствие. Не могли бы вы подробнее рассказать, как вы это делаете? Я тоже женщина, и мне бы хотелось обрести эту сверхспособность. Хм, не знаю, как ответить на это. Никто никогда не просил меня объяснить. Просто я всю жизнь умела это делать. Думаю, однажды я просто очень возбудилась. Мне нужно было выпустить пар и избавиться от чертова напряжения. Я просто закрыла глаза и окунулась в мир фантазии. Я не думала, что дойду до пика, пока это не произошло. Вообще без использования рук или чего-либо еще. Не буду врать. После этого случая я начала считать, что обрела суперспособность. Когда мои подруги узнали об этом, божечки, они начали постоянно издеваться надо мной. Просто начали нарочно доводить меня до пика своими словами, где угодно. Будь я на улице, в кафе, в качалке, вообще везде. Я всегда думала, что все женщины так могут. Время от времени я вижу такие яркие сны, что путаю их с реальностью и понимаю, что это не так, только когда просыпаюсь. Изредка, когда мне хочется помочиться ближе к утру, потому что перед сном я выпил слишком много воды, я начинаю во сне видеть туалет. Мой мозг и мое тело синхронизируются, и я в итоге мочусь в постель. Очень неловкая привычка. А мне еще и 30 лет нет. Наверное, это следствие стресса. Мою фотографию опубликовали в журнале Playboy. На старой работе жена босса напилась и проговорилась о том, что в 90-х снялась для Playboy. Смеясь, она сказала, что это был лишь один снимок. Ее муж очень смутился, но заверил нас, что мы не сможем его найти. У моего прежнего дилера травки была целая комната с выпусками Playboy. Такую своеобразную библиотеку он собрал. Мы знали, в каком колледже она училась и в какие годы, поэтому просмотрели все выпуски с обложками девушки месяца. И, о чудо, нашли страницу с ней, где она была в пиджаке на голое тело, сиськи наружу, ноги раздвинутые, между ними куст. У меня до сих пор где-то валяется копия. Я однажды подглядел, как один человек гонял лысого в соседней кабинке туалета в торговом центре. Это было занимательно, но я не хочу больше это повторять. Благодаря аутоиммунной болезни, мой шланг имеет два разных цвета в разных местах. Другие части моего тела болезнь не затронула. Совсем недавно, в 2015 и 2016 году, я встречался с девушкой, у которой была очень высокая либидо. Прошло несколько недель, и я начал эякулировать кровью, то есть семенем, смешанным с кровью. Это длилось пару месяцев. Мы думали, что, возможно, у меня были проблемы с почками, либо была рана в мочевом пузыре. Столько вариантов перебрали за пару месяцев. Потом мы расстались, и всего через несколько дней все пришло в норму. Оказалось, мы просто так часто занимались этим, что разрывались кровеносные сосуды в моем шланге. А интервалы между близостью были такими небольшими, что они не успевали восстановиться. Мораль истории, если делать это слишком жестко и слишком часто, можно порвать свой шланг. У меня появился фурункул размером с 10 центовик прямо у основания шланга. Внизу живота, а не на самом члене, слава богу. Мне тогда было, наверное, лет 19. Мне стоило пойти к врачу, но почему-то единственное, что пришло мне в голову, так, надо его выдавить. Сейчас я не могу вспомнить, почему с чел это хорошая идея. В общем, я взял иголку, несколько раз провел ею над включенной конфоркой плиты. Протер область фурункула спиртовой салфеткой, взял в рот карандаш, чтобы укусить его в случае боли, затем проткнул фурункул и немного сдавил его. Помню ощущение разрыва кожи, когда из-за сжатия отверстие от иголки расширилось. В раковину брызнуло немного крови и гноя. Я прополоскал рану, обработал перекисью, намотал марлю и наложил большую непромокаемую повязку. Каждый день я менял повязку и снова обрабатывал рану перекисью. Она не начала гноиться и где-то через неделю все было в порядке. Как это ни странно, когда я протыкал фурункул, никакой боли не было. Я почему-то испытывал гордость за то, что провел эту процедуру. Я чувствовал, что принял хорошие меры предосторожности, чтобы предотвратить инфекцию, и в целом хорошо подготовился. Конечно, это было глупо, но все получилось. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как я в последний раз была с мужчиной. Недавно я проходила обследование, и мне надели на запястье прибор для измерения давления. Когда врач-мужчина сжал мое запястье, я сразу же завелась, и мой пульс подскочил. Видимо, я соскучилась по прикосновениям. Когда моя мама была беременна мной, и ей сделали ультразвук, врачи подумали, что я девочка, потому что мой детородный орган был таким большим, что они подумали, что это рука. Однажды я случайно вправил кость нижней части спины девушки, с которой общался в собачьей позе. Ее мучили проблемы с поясницей и копчиком в течение нескольких месяцев до того рокового дня. Она поблагодарила меня за мои услуги, и таким образом мой шланг стал признанным костоправом. Когда мне было 13 лет, я вернулся домой из похода с моим отрядом бойскаутов, и вдруг обнаружил клеща на внутренней части моего дружка. Конечно же, нас бойскаутов учили, что делать в таких случаях, но я все равно очень испугался, потому что клещ был на моем шланге. Я попросил папу о помощи, и он смог достать клеща. Прошло более 20 лет, и однажды я отдыхал с родителями, друзьями и родителями друзей. Мы ели, играли в настольные игры, курили травку и пили. Мой папа всегда быстро пьянеет. Уже не помню, как мы перешли на эту тему, но он вдруг сказал отцу одного моего друга, что природа щедро одарила меня. Он сказал это именно в тот момент, когда все молчали, и вся компания из более чем 10 человек услышала. Мне было чертовски неловко. Однажды я непреднамеренно потеребонькал другому парню. Изменено. Хорошо, расскажу подробнее. У парня была черепно-мозговая травма. Я работал в реабилитационном центре для пациентов с длительной черепно-мозговой травмой, и у одного из моих пациентов были проблемы с недержанием мочи. Он носил подгузники для взрослых, но по ночам мы также надевали на него презик с катетером, который был соединен с небольшой емкостью сбоку его кровати. То есть каждую ночь нам приходилось надевать на него контрацептив. Однажды я натянул на него резинку, но он свернулся обратно. Я снова натянул его, и он снова свернулся. Этот процесс продолжался несколько раз, пока я не заметил, что у него начал вставать. Будучи идиотом, я сначала подумал, ладно, мне так будет легче, а потом понял, что я по сути теребонькал парню с черепно-мозговой травмой, который носил подгузники. Я удивленно посмотрел на него, и он расхохотался как сумасшедший. Он сказал, слушай, а это довольно приятно, таким тоном, что я понял, что он смеется надо мной. Мой первый раз был с женой моего тогдашнего босса. Мне было 18 лет, и я работал в Макдональдсе, когда узнал, что моя бывшая девушка, с которой я встречался в восьмом классе, она была на два года старше меня, была замужем за менеджером смены в ресторане, где я работал. Они тогда были в ссоре, и когда я переспал с ней, я понятия не имел, что она была женой моего босса. Позже я узнал, что он тоже изменял ей, то есть она мстила ему со мной. Позже они развелись. По крайней мере, было классно. Когда мой шланг в обмякшем состоянии, я могу втянуть его головку внутрь, при том, что я обрезан. Честно говоря, я не спрашивал у других, могут ли они так же, поэтому допускаю, что все шланги такие. А еще я могу втянуть внутрь оба яичка. Так что, если я сделаю это одновременно, мои пустые мошонки будут болтаться под вывернутым наизнанку шлангом, пока я не выпущу их снова. Однажды я так напился, что случайно помочился в рот девушки, которая делала мне приятно. Признаюсь, не лучший момент моей жизни. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.